Здравия, друзья! С вами я, Шепченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как правильно учиться. На самом деле обучение – это очень важный процесс, его даже правильнее назвать образование, то есть создание образов и правильных идей. Но если человек учится и, например, читает какой-то текст, и он ему непонятен, то важно найти, что непонятно, то есть какое слово он не понял или неправильно понял, и это зачастую не делается. И когда у человека накапливается огромное количество таких непониманий, то он начинает терять процесс, интерес к процессу обучения, то есть ему становится все менее интересно, он становится таким задумчивым, угрюмым, потом начинает все это хаять, начинает говорить, как все это плохо, обвинять сам предмет, учителей и так далее, и, наконец, сбегает. Вот такой вот процесс. И чтобы этого не было, важно, конечно же, все прояснять. То есть когда, например, читаете, изучаете материал или даже слушаете лекцию, и вы слышали какое-то непонятое слово или понятие, нужно уточнить, что оно означает. То есть посмотреть это в интернете, например, в словаре или в энциклопедии, в вики, или уточнить у человека, который говорит об этом. То есть важно понять. Когда есть понимание, то есть желание продолжать общение. То есть любое общение строится на понимании, а понимание, в свою очередь, состоит из афинити, реальности и общения. Афинити – это степень близости, реальность – это то, в отношении чего вы оба согласны, и общение, конечно же, это коммуникация. Вместе это создает понимание. Чем больше у людей понимания, тем больше им хочется, конечно же, продолжать общаться. Вы наверняка замечали, что если вы общаетесь с человеком на ту тему, в отношении которой у вас нет согласия, то общение быстро прекращается или превращается в спор, перебранку и так далее. Поэтому очень важно общаться на те темы, в отношении которых есть согласие. Тогда, конечно же, будет понимание. Но если вернуться к обучению, еще важными факторами, конечно же, является постепенность. То есть не сразу бросаться в что-то очень сложное, а повышать уровень постепенно. То есть сначала начинать с легкого, а потом более сложное, более сложное. И вот так потом можно приходить еще и еще к более сложному. Потому что если начать с очень сложного, то начнет кругом идти голова, и, конечно же, обучаться будет невозможно. И также добавляйте в обучение массу. То есть массу в каком плане? То есть если вы изучаете, например, машины, то важно пощупать эту машину, посмотреть, как она выглядит снаружи, изнутри, как она устроена. То есть не просто чертеж, а желательно, конечно же, чтобы это была живая машина, то есть настоящая. Но если даже не получается там, например, что-то, вы изучаете такое, что сейчас живым настоящим вы не можете увидеть, ну вы можете, по крайней мере, сделать какое-то компьютерное моделирование этого или что-то еще в этом роде. То есть вы можете сделать демонстрацию этого. То есть важно, чтобы вы увидели, как это работает. И важным этапом является, конечно же, после изучения теории тренировка. Это упускается во многих университетах, да и везде. То есть если вы не оттренировали навык, который вы изучили в теории, то он теряется, и вы не видите, как его будет применять. Поэтому обучение в университете, в школе является теоретическим. Оно очень мало практично, и, соответственно, вы его там в жизни практически не можете применить. Поэтому очень важно, чтобы обучение было на практике. То есть взяли, изучили теорию, оттренировали и пошли применять. И вот тогда это будет действительно важным обучением, которое поможет вам в жизни. И, конечно же, способность состоит из способности наблюдать, принимать решение, действовать. То есть вы наблюдаете, что происходит в точности, потом принимаете решение, как действовать, и действуете. Если какой-то из этих этапов пропущен или сделано, например, неверное наблюдение, то, соответственно, и вывод, и решение будет неверным. Поэтому наблюдайте то, что происходит. А если что-то мешает вам наблюдать, например, какие-то искаженные восприятия, появляются эмоции негативные, это значит, что разум засоренный, надо его очистить. И вот как раз процессинг, он помогает очистить разум и повышает коэффициент интеллекта, то есть способность видеть тонкие отличия. Поэтому если, например, вы видите за собой, что у вас что-то не так, какие-то есть такие вот признаки дисбаланса, что вы что-то неправильно видите, что-то не так чувствуете, какие-то есть проблемы с восприятиями, есть проблемы с негативными эмоциями, то пишите мне в личные сообщения, в комментариях, или как вам удобнее. Все мои контакты будут под этим видео, и я вам отвечу, расскажу, проведу бесплатную консультацию о том, как можно улучшить восприятие, и о том, конечно же, как правильно обучаться, чтобы вы могли это правильно делать. Если существует определенный курс, называется «Как научиться правильно обучаться» или «Как научиться учиться», он предназначен как для подростков, так и для взрослых. То есть на самом деле это технология обучения, и ей можно обучиться. И тогда вы сможете с помощью этой технологии изучить любой предмет, любой материал, все, что вам необходимо. Поэтому пишите, если видео понравилось, ставьте, конечно же, «Нравится», подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях и колокольчик для напоминания, чтобы вы не забывали о новых видео, которые выходят на моем канале практически каждый день. Вам осознанности, гармонии, счастья, и до скорой встречи!